Так, друзья, начинаем мы новую серию с того, что у нас уже начинают осквернять наше поселение. Чёрт, вы ублюдки. Уже и Борис приходит обратно к себе. Да, поселение разорено. Чего? Моринбург коварные враги. Нам стало известно, что их армия готовит засаду. А, здесь. Ну, сейчас добьём. А тем временем хаос идёт. На юг. Сделали вообще массовый налёт. Виселанд с Мидонландом воюет. Так, вот это уже интересно. И посредине их мы. Ну нет, так дела явно не делают. Я буду маршал Бабе. Так, ладно, вставим свои силы и... Отпинчим их. Так, пока что, пока что давайте-ка быстро маршем. Пройдёмся к Альдорфу непосредственно. Как-то тут всё неспокойно. Так, Альдорф. Альдорф. Что в Альдорфе? Так, глинник. Производство керамики. Гончарное дело. Сильно ли это нам плюс даст? Так, часов нет. Мы пока ещё строить не можем ничего. Не, пока с цехами ткачей будем застраивать всё. Глинник, глинник, глинник. Так, рост. Насчёт роста. Ладно, пока что оставим так. Ну да, полное поражение. Чё поделось. Блин, сейчас и Грюнбрук по жопе пойдёт. Да, вот к этому меня жизнь не готовила. Ружейная мастерская и всё остальное. Ммм, да. Как-то всё внезапно произошло. Продолжаем пробовать блокаду армии. Так, ещё у нас тут тайное убийство. Качаем кольта Хертвин Ганса. Так, ну благо, благо, мы уже идём. Мы уже идём, на самом деле. Только жди, дорогая. Леонид стартовывает. О, началось. Начался беспредел. Такс. Блин, они прям на Альдорф идут. Так, ну Альдорф-то с таким-то гарнизоном, я думаю, вполне выстоит. Вот. Грюнбургу, да, конечно, надо подмочь. Поэтому сейчас Карл Франц идёт к Грюнбургу. Такс. Окей. Стоп, минутку. Так, Бретония начала войну с Мидденландом, что ли, да? Ещё раз давайте освежим события. Да, смотрите, Мидденланд плюс Нордланд. Нордланд. Так, отношения улучшаются у нас с ними. С Бретонией. Хм, ну посмотрим, будет неплохо, если Бретония в итоге она захерачит как и Мидденланд, так и всех остальных. Десятый уровень сил, у нас четвёртый пока что. Вот таки дела. Так, и внезапно, смотрите, а вот теперь у Мидденланды с нами отношения улучшаются. Забавно это. Самоубийцы. Чё вы хотите сделать? Так, садим на коня. Хотя не, лучше дисциплину. А ещё, ещё уловил у нас. Ну тогда, тогда ладно, тогда уж точно на коня. Отлично, и Мариенбург у нас на этом ходу, и сразу изничтожился. Замечательно. Такс, ну, меня в принципе всё более-менее устраивает. Так, ещё Грюнг Цинт можно поднять будет. Но я не знаю, сколько по деньгам это всё стоит. Так, Артуа начинает воевать с прибрежними ребятами. Ну, в принципе, пока что у нас тылы более-менее норм становятся. Ну, знаете, я себя прям ощущаю вот теперь с вот этими вот ребятами, которые прям пришли на огонёк с вампирами. Прям в эпицентре какой-то большой заварушки, какой-то большой херни. В Бретоне воюют со всеми подряд. На юге тоже как-то непонятно. В восток тоже хер пойми чё. Так, смотрите, какие дела. Так, получается, Штирланд занял сейчас Герценштабт. Так, Вальденгон, Фэшн, Замок Темперигов и Форд Обрештин. Так, а тем временем у вампиров-то кроме этих двух армий-то больше ничего и нет. Значит, я, в принципе, вангую, я вангую то, что здесь они об нас зубы обломают в Гуренбурге. В Вальдорфе, в принципе, тоже. Вполне, вполне всё реально, вполне всё возможно, что обломают зубы. Так. Чё там насчёт дипломатии ещё раз дать посмотрим. Было бы диплохо, если бы Бретония нам помогла против вампиров. Ну, пидорасы, ну... Блин. Чё-то даже за деньги не хотите. Ну, туплёдки. Так, Висенланд. Вот ж теперь реально не знаю даже, с кем, с кем выстраивать отношения. С Висенландом, либо Миденландом. С Борисом ли, либо с Эббенфон Либвицем. Все-таки, наверное, с югом лучше отношения. Дело. Север какой-то, как мы видим, непонятный. Приветствую, мои страны. Ты придёшь в порядке на этой таблице? Возможно, договорится будет достигнут. Но не все. ладно подождем еще мы терпеливы так вампиры решили не идти на нас сразу же ок так опять налета ну пока что промышляет налог налетами натала бекландs дмт лапхайм так кемпели брат гномы что друг с другом воют вот этот странно так давайте еще сейчас карла франц осталось чуть-чуть выздороветь и можно будет идти так предводитель людей размер аура 25 во время битв у всех отрядов находящихся в пределах ауры по повышается дисциплина знак сигмара так сопротивление выстрелом имперский пегас так что еще нам надо они они так то уж и много квестовых на самом деле битвы заданий здесь всего 2 битва получается так надо быть тебя бы прокачать еще на латы на клинок давай качаем на спине то какой-то больно ты слабенький слишком это не изгуд так давайте на чтоб вы сваливали с нашей земель с наших территорий херам собачьим так качаем на денежку я смогу так опыт как опыт походов конечно же тоже мы прокачиваем пригодится нам так ничего нанимать еще одна воля либо пока что оставить как есть вальдорфест строить ли еще одну армию я думаю что наверное пока не на так в грунбурге короче горячий у нас с вами как тут вообще с ростом с ростом провинции так посмотрим так все они окончательно уходит сейчас вампир обратно ну и отлично ибо я с ними еще не готов воевать поэтому пока есть время собственно ли отстраиваться так зеленокожие с кривым месяцем сделали конферейшин так помощь по цеху ну ка соотечественники просят ослабить врага захватите и оккупируйте опять а люб поселение любого из врагов следующей фракции стоп осланд то есть требуют прям прямую прямую войну до 9 9 ходов на все про все осланд даже не знаю так вальдорфе нам пока что построить надо так что у нас тут кузница оружейная так альдорфский конклав магов конечно было бы неплохо построить вот я и думаю так часовня зигмара ли либо что-то ли еще плавильня так оружейная мастерская кузнеца но все все требует нам так оружейная кузнеца он чтобы построить налетчиков от надо сначала еще оружейную мастерскую построить эту дивизию оружейная он короче надо в любом случае мне кажется оружейную строить до для топ юнитов но пока что у нас денежек нет так тем временем что у нас там в грюнбурге брюнбурге все тихо спокойно так надо бы нам еще построить так рост плюс 40 в принципе рост у нас и так норм так козлина на талабхайм пошли так ну тогда надо выдвигаться выдвигаться срочно так жадные кюрфюсты пока имперские армии ходят в походы аристократы богатеют прибирая к рукам все больше земель не следует ли подумать о простых людях наших солдатах которым после отставки не помешала бы скромная ферма конфликт людей дисциплина в битвах с людьми но нет это явно не то отобрать земли стоп кюрфюсты проще аристократы и так достаточно богатая блин общепорядок да будет хуже ладно отбираем земли у нас в принципе по общепорядку и так свое более-менее так ну тогда чё тогда выдвигаемся так они тут задохлики как я вижу единственное чем варгульф тут конечно да плохой манфред фон карштайн так а с нордландом уже я не буду ничего заключать потому что бретония для меня более ценный союзник так карту а чё за херня бы написано мне завидует великая держава давайте торговлю еще херлива сигнал сам я вам даже право про не хотят право проходу ну ладно бог с вами блин ну нет никак не хотят торговлю еще бы я не делал шарли и на гриме трубе речь давайте торговаться все все себе козли на цену набивает вот дожили да так погаранцы мы хотят понятно так но немного мой прибыль себе улучшили да я здесь команду поймать еще попробуем на ускоренном марше дайте внимание карштайна на себя обратим мы попробуем так посмотрим что тут так кемпель кем кемпер бах кемпер брат кемпер брат господи кин название то такс 3 800 блин опять нам не хватает денежек так 3 200 3 200 так по 3 200 мил моим дорого карштайн манфред ну что же вот мы и встретились карл франц с манфредом фон карштайн сейчас как вы видите даже несмотря на то что наши войска уставшие будут больно тем тем не менее мы их сможем подождать так ну я не знаю эти задохлики они сейчас просто будут дохнуть под нашим натиском на раз-два отлично я думаю это будет отличное завершение серии данная битва и накажем сейчас влада по полной поехали будем изничтожать нечисть да не убоюсь я зла итак господа сейчас будет очень интересный момент мы с лицом к лицу встретимся непосредственно с вампирами и нежитью ребят я никогда лично не встречался с вампирами с ними не сражался играя за зеленокожих поэтому для меня это как чё-чё-чё-чё брейк 153 хуя себе сказала я себе обалдеть чё-чё-чё-чё-то чё-то я очкую славик чё ещё могу сказать славик чё-то я очкую м-м-м-да не мне что-то как-то как-то реально стрёмно воины скелеты ну вроде блин а ты чё не самые сильные ребятки это чё за черт звенья а лютоволки ёпт твою мать упыри склепы чё тут блять творится и вот он влад так ладно пошло добро отлично давайте давайте вырезаем вырезаем она не дохнет как мухи в принципе там с одного залпу уже все а прежде эй эй потише так сваливаем ёпта лютоволки здесь я чё-то их не увидел так сейчас сориентируемся ведь проклятые нетопыри за херня ну-ка пострелять бы так манфред иди сюда влад владцы мы с тобой еще не разделались бля 150 слушать у них у них по количеству больше так что они пока не спешат идти поэтому будем атаковать так да где-то тварь на карштейн бразь иди сюда блин воина скелета счета за них вообще хер отнимается на здоровье что-то за нахер херачим волков там же написано что все в нашу пользу шло бы херли тогда тут нихера не в нашу пользу не идет так заходим заходим ахереть так выстрелим в эту херню за так валим влада если завалим влада со все у нас победа в руках так валим нежут ребят отлично осталось вот с этими только разобраться для крёбаные варгульф так ну все варгульф сейчас тоже будет пакаром потихоньку так надо против что-то воинов воинов скелетов потому что я не знаю не просто какая-то им бабли надрёбанная попробуем как он сделать какую херню принчет чё 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 происходит 27 7 чё за херня мы жили мы же лидировали для ребят чё творится стоять и сказал бля этот пидор все время уходит зомби 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 блин пидорасы постоянно мы с ним в кошки-мышки играем никак я не могу блять составить делать как мне надо хитрожопый пидорас и ман с фу блядь убили я в ахер так своих не шмаляем бля блядь он чужих поднимает что ли он мертв быть поднимает или еще я не понял нихера непонятно для столько гемора с ними зомби 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 везде зомби блин так стоять я сказал вы знаете эти пидорасы бежать то не будут ребят он учился проблем блядь и хрёбаный карштайн а грёбаный карштайн ну убейте уже этого варгульфа ё-моё блять неужели а я уже и не думал бляда по сути своей это какая-то имба реально потому что блять они не убегают а еще у них и холса восстанавливается постоянно ты тут не прям вот его вообще просто убивает бля уходим блять сука влад ебаный влад ебаный блять убейте эту мразь блять все тоже влад тоже сдох пиздец пиздец победа близка но я блять не знаю грёбаный влад сука блять блять это было тяжко ребят я я я я я я я не знаю что еще сказать первого победы были наш блин охереть вот вам и вампиры да хотя градусник нам показывал то что мы там вообще там было 90 на 10 процентов то что мы выиграем блять блять там на самом деле как я понял теперь в битве с вампирами действительно надо завалить главного и потом все побегут сразу влад пидорасы а да уж бедный карл франц слег после этого ну хоть живой хорошо да это это жесть какая была битва так какой нахер помиловать убить убить блин блин у этого мне еще не хватало пока нет пока явно нет итак зато мы похитили зелья силы итак сколько у нас там через четыре хода так пока что кто у нас тут с вами обзор на карте компании самооборона так дольф кнархель пока будет заправлять за место карла франца данный шинку данный шинкул и есть так заказное убийство получится или нет эдуард фон карштейн эдмунд да хотя мы тебя будешь ты мне еще тут силу собирать мразь так вот и ладушки вот и гуд так оптики походов давай надо брата наших отводиться так тем временем вич хантер наверное мы его подправим еще еще вот сюда надо вампиров того потихоньку колоть уже а икфриды всякие ольфрики стромарки самое главное со штирландом у нас потихоньку отношения нормализуется так то ну господи ну не выполнили мы их просьбы еще дальше не вижу как говорится ничего такого так приносимый доход 400 4000 вау так рыбный флот торговый флот так технологии технологии это всегда хорошо это всегда гуд так так ну че собственно делаем кузню ребят пока у нас есть деньги и сможем нанимать или бордистов и рыцарь империи да ребят заложим здесь кузницу итак ребят такова была данная серия вот у нас пал пал но не не то что пал он ранен пока что ранен у нас наш незабвенный предводитель император император карл франц кс так и между тем сейчас еще так адольф карнхельм ну ты у нас еще прокачаешься парень да жаль что отправили мы в мир иного у нас бывшего казначея но на его место уже встал магн дицен и я думаю он получше него будет справляться со своими задачами что же пока что все вполне себе нормально все вполне себе гуд мы контролируем ситуацию и он завалили даже в лабы самого в этой серии а теперь осталось нам подождать пока восстановится сам карл франц и мы продолжим дальше херачить 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 и объединять империю пока что всем до скорых встреч и пока увидимся скоро пока пока пока